Господин Маков, у вас огромный опыт работы в Российской Федерации. Вы, как никто другой, понимаете, как эта система работает, как принимаются решения, и главное, есть ли стоп-кран у руководства Российской Федерации, как далеко они могут зайти. Здесь в последние дни звучат очень тревожные заявления относительно того, что Россия может применить химическое оружие на территории Украины, об этом заявлял Борис Джонсон, премьер-министр Украины, и звучали даже предположения, что могут применить ядерное оружие. Исходя из вашего опыта и из вашего знания того, как российское руководство мыслит и принимает решения, действительно ли на такие безумные шаги, без преуменьшения, безумные, там могут пойти? Ну, да, действительно, у меня большой опыт. Я первый раз жил в Советском Союзе в 83-м году, имею в виду, я такой старый. Встречался первый раз с Путиром в 91-м году, и пять лет в Белом доме и в посолстве. Был на встрече с Путиром, когда он встречался с Обамой, и Байден, и другие, и много написал о Путина. Первая статья, которую я написал о нем, и его тенденция к диктатуре, это было 22 лет назад, 22 года назад. То есть я сравнивал, между прочим, Путин 22 года назад, есть такой журнал «Демократия», если люди хотят это утверждить, где я сравнивал и беспокоил, что, может быть, Путин станет следующим Молосовичем. Это было 22 года назад, и вот видите, что у нас сегодня. Несмотря на это, я был бы очень удивлен, если он решил, и он единственный человек, который имеет дело, другие – несерьезно. Я могу объяснить, если вам интересно, как система работает сейчас и не работает. Это очень важно. Но я буду очень удивлен, если Путин решил бы использовать и комические, и ядерное оружие в Украине. Он все-таки, у него большой стресс, он не любит, как происходит у вас, он не ожидал такой защиты от украинцев, это очевидно. Есть уже новости сегодня, что он снимет и арестуют его ФСБшники. Я не могу это утверждить, но уже идет из России такое новость, это значит, что он недоволен. Но он делает эти ужасные тактики, которые он сейчас использует, против Мариупола, допустим, просто ужасно, что он делает. Но он такой человек, он очень злой человек. Но, несмотря на это, я не ожидаю комический, я думаю, что это такой этап, где уже не было бы возможности для американцев и для других сидеть и смотреть эту войну, это был бы другой этап. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok